Доброго времени суток! Данный расклад для Веры на перспективу в личной жизни. Вера, мы смотрим, действительно, есть ли у вас возможность в ближайшее время встретить мужчину для серьезных отношений. Но сперва мы смотрим с вами следующие вопросы. Может быть, здесь вы увидите ту самую проблему и ее решение. Первое, что мы спрашиваем, это какие мысли вы вызываете у мужчин. Но я всегда говорю при этом раскладе, что мы смотрим мужчин не за 110+, и не до 15 лет и прочее. То есть нормальные, соответствующие вам по возрасту, те, которые бы действительно могли быть для вас годными в мужья, скажем так. И вот по этому поводу мы карты и спрашиваем, какие чувства вы вызываете у таких мужчин, какие намерения и какое отношение. Ну и, конечно, мы на полгода смотрим, какова вероятность встретить мужчину в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале и марте. И что вам нужно делать, как себя вести для того, чтобы мужчина для серьезных отношений действительно встретился. И вот здесь вот что еще могу сказать по данному раскладу. Наиболее точные расклады бывают на срок до 6-8 месяцев. То есть не более полугода лучше смотреть для того, чтобы была ясная полноценная информация, которая будет ясна и которая будет достаточно полной. Итак, мы смотрим сейчас мысли, которые вы в принципе вызываете у мужчин. Мужчины сразу видят в вас разведенную женщину. Видите здесь вот карта, которая показывает женщину, которая плачет из-за того, что потеряла кольцо. Специфическая карта, которая часто очень говорит у меня о разводах и о всем, что с этим может быть связано. Мужчины в вас видят женщину, которая рассталась со своим супругом, то есть печальную женщину, потерявшую семью. Возможно, вот эта ваша печаль, возможно, вот эти грустные глаза какие-то, которые бывают, они и не привлекают к вам действительно достойных мужчин, которые могли бы составить вам прекрасную партию. Также мужчины понимают, что вы не просто какая-то профурсетка, вы не для того, чтобы быть любовницей. Вы не какая-то мутная женщина, которая будет, ну скажем так, удовлетворена отношением, скажем так, к женщине, которая может быть на вторых ролях. Так, они понимают, это не значит, что у вас не может быть отношений с женатыми мужчинами. Это просто значит, что женатым мужчинам с вами трудно строить отношения, потому что они понимают, что вы ищете семью, брак и серьезные отношения. Вот это они видят сразу, то есть они видят в вас действительно императрицу, которая хочет хороших отношений, надеется на лучшее, и это правильно. И единственное, что негативного здесь, вот в этой позиции, это я могу сказать, что немножечко вам надо убирать выражение печальки с лица, то есть ваши грустные глаза, они реально могут мужчин отталкивать. То есть они могут подумать, ну какая-то вот девушка грустная там и прочее. То есть им нравится все равно кто-то повеселее, более оптимистично настроенный и, скажем так, не нужно просто в своих глазах, в своем взгляде собирать вселенскую боль. Тогда вы будете более привлекательны для мужчины. Что касается чувств, ну вот здесь можно сказать, что вы способны вызывать любовь. Вы такая девушка, которая может буквально обволакивать своей женственностью, и вы та, на которую мужчины смотрят, потому что вы реально привлекательны. То есть мужчины могут говорить о том, глянь какая классная там и прочее. Они могут действительно это говорить до тех пор, пока не взглянут в ваши печальные глаза. Также можно сказать, что у мужчин не вызывает желание учить вас жизни, например. И в принципе действительно к своему удовольствию они хотели бы большинство с вами общения. И вы можете действительно вызывать чувство любви и нежности. Такие чувства, которые и должны быть к девушке, которая привлекает к себе мужчину. Намерения мужчин, которые видят вас. Ну это резкое завоевание, это очень порою какие-то резкие выпады, на которые вы можете естественно адекватно среагировать, оттолкнуть их. Ну то есть у вас в связи с тем, что вы хотите семьи и вы девушка серьезная, что вызываете впечатление вот именно такого человека у мужчин. Они хотят резко доказать вам, что семья в их планы не входит. То есть вот есть намерение, знаете, как будто бы немножечко вас затормозить, немножечко вас обтесать и сказать, девушка, ну о семье думать рано сейчас, сразу при начале общения. То есть возникает вот такой вот диссонанс, понимаете. С одной стороны вы серьезная, с другой стороны как бы именно семью предлагать не торопятся. Потому что ну все мужчины в основном в этом плане боязливые, у них есть какое-то понятие эфемерной свободы. Хотя их свобода это радиоприемник, как пелось в песне. Поэтому ну вот может быть такой момент, что вас действительно мужчины считают слишком ориентированной на семью. Ну это значит нормальный, адекватный просто не попался. Но и вам надо быть чуть повеселее. Ну и здесь можно сказать, что поэтому мужчины, которые и сами настроены, может быть в будущем на семью, но не слишком резко, немножечко, скажем так, не спешат приходить, а приходят в основном женатые, несвободные. То есть мы здесь видим мужчин, которые делают вам больно. И мы видим, здесь видите такое изображение Самсона и Далилы, только наоборот. Здесь девушки отрезают косо мужчина и убегают. Вот так же ведут себя и те мужчины, которых вы встречаете. Они ведут себя не слишком красиво и по отношению к вам, и по отношению к своей второй половине. То есть они как будто бы берут чужое или заставляют вас брать чужое. То есть в основном попадаются несвободные. Что касается октября, насколько велика вероятность. В октябре серьезных отношений быть не может, по всей видимости. Хотя может встретиться человек с таким очень несерьезным, скажем так, знакомством. Будет непрезентабельный внешний человек, который, естественно, непригоден для того, чтобы строить с ним семью. Ноябрь. В ноябре тоже нет мужчины для серьезных отношений. То есть здесь мы видим какие-то, может быть, заигрывания. Мы видим, знаете как, заигрывания от скуки, даже можно сказать так. То есть вы можете даже посмотреть на какого-то мужчину, пообщаться с ним. В том числе это по интернету может быть. Но это будет так. Ну вот от скуки, от какого-то ощущения пустоты. Вы просто можете подумать, а может быть это мой шанс. Но каких-то, знаете, больших душевных потрясений здесь в данный период времени у вас абсолютно не ожидается. Как пройдет для вас декабрь? То есть вот перед Новым годом. Возможно у вас отъезд, какое-то отплытие, поездка. Что-то еще. То есть какое-то путешествие. И возможно к вам прибудет уже расставшийся с вами достаточно давно мужчина. Также совпадение вот такое в картах может означать в другой сфере жизни происшествия. То есть мужчину мы здесь не видим особо. Мы больше видим, да, либо возвращение старого, с кем вы уже порвали. Либо еще могу вас предупредить. В поездке, возможно, аварийная ситуация, в которой будете виноваты не вы или не та машина, в которой вы едете. Поэтому будьте очень внимательны, если вы за рулем. И если вы в принципе, ну все мы ездим на машинах. Поэтому на декабрь опасная ситуация с аварией. Будьте осторожны здесь в этом плане. Январь. А вот в январе вполне возможно вы встретите своего императора. Серьезного мужчину с нормальными абсолютно намерениями. Достаточно властного, который вызовет ваше доверие. И самое интересное, он не будет женатым. На январь у вас возможно вот такая встреча. Уже как сложатся отношения, это неизвестно. Это будет зависеть от вас. Но у вас будет некоторый дефицит доверия. Хотя доверие будет этот человек все-таки у вас вызывать. Поэтому немножечко подумайте, когда встретите этого мужчину. И скажем так, решите по поводу доверия. Стоит ли вам открываться целиком и полностью. Или есть какие-то моменты, которые не обязательно ему рассказывать. Единственное, что не забываем про грустный взгляд. Такой, знаете, удрученный. Вот это все мы убираем. На февраль. В феврале ничего новенького не приходит. Но у нас же, сами видите, до этого, получается, в январе пришел император. И март. Ну а в марте, вы знаете, возможен либо какой-то камбэк уже имеющегося мужчины. Либо, скажем так, некое расставание. Что у нас будет? Вообще, в марте могут быть действительно серьезные перемены. Такие, как, скажем так, обещание о переезде. Но это обещание человек может не выполнить. Это тот человек, с которым нет любовного треугольника. То есть, вот этот самый император. Возможно, позовет к себе жить, например. Или захочет переехать к вам. Но в определенный момент что-то может не заладиться в марте. Хотя событие, в принципе, решаемое. Что касается февраля. Могут быть еще возвращенцы или люди, которые будут предлагать мужчине любовный треугольник. Но при этом не будут оказывать вам материальной помощи. В общем, самые основные события это все-таки январь и март. Вот здесь на эти выкладки вам нужно обратить внимание. Также могу сказать, что если в раскладе что-то непонятно. Пересматриваем два, три, четыре раза. Вот сколько нужно, столько и пересматривайте. Для того, чтобы понять. Потому что за один раз не усваивается, естественно, информация. Что касается совета карт. Карты говорят, ищите материальной помощи. И оказывайте ее тем, кто просит. То есть, ну вот, скажем так, карты благоприятны для тех, кто занимается торговлей. И карта говорит о том, что вы готовы и оказать помощь должны быть, и ее получить. И должны уметь ждать. То есть, не бросаться на бывших. И не помогать бывшим, которые появляются. Но, тем не менее, вы должны уметь перенести вот этот перерыв на благо себе. Он вам поможет измениться. Ваши характеристики с точки зрения мужчин. Еще раз посмотрите. Очень интересные есть там моменты. Для того, чтобы быть готовой к встрече с императором. Вам, во-первых, не нужно собирать вот те несерьезные отношения. Вам нужно быть к январю, скажем так, независимой от других мужчин. Быть самостоятельной. И обратить внимание на себя, саморазвитие. И плюс ко всему свою внешность. То есть, отдохнуть от постоянных каких-то душевных переживаний. От каких-то душевных терзаний. И настроиться на встречу все-таки мужчины для серьезных отношений. Заключения официального брака в обозначенный срок я не вижу. Но я вижу возможность серьезных отношений в январе. Когда появляется вот та самая карта императора. Которая действительно может свидетельствовать о том, Что уже не за горами между вами и мужчиной серьезные отношения. Вот такой получился у нас расклад. Я вам от души желаю женского счастья. Желаю встретить мужчину, который будет способен составить вам достойную пару. И действительно относиться к вам с заботой, любовью. И очень внимательно, с нежностью. Это немаловажно. И, конечно, я желаю вам устроить свою семью благополучно. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.